канал популярная микробиология с вами сенсационное и опасное сообщение 1 июля двадцатого года вспышка бубонной чумы западной монголии жертвами стали два человека 27-летний мужчина и девушка в прямом контакте 60 человек 400 человек как косвенном контакте объявлены карантинные меры а источником было мясо сурков это мясо люди съели сыром виде это предполагается обычаями этой страны тоже такое бубонная чума и что такое природный очаг чумы это территория где имеются болеющие чумой у нас в россии приблизительно 12 процентов территории чумоопасны это районы пустынь степей иногда гор какие районы россии опасны в плане чумы забайкалье алтай граница с монголией дагестан чечня кабардино-балкария калмыкия восточные районы ставропольского края астраханская область граница с казахстаном монголии и китая чумах это огонь под пеплом опасность не становится печальной реальностью потому что постоянно работают противо чумные институты и станции бывают годы благополучия но все равно костер существует под пеплом существует теория что когда возрастает активность солнца начинаются вспышки чумы среди животных человек только иногда включается в цепочку жертв природно очагового заболевания чумы заболевание очень тяжелая возбудитель чумы в результате нарушившегося экологического равновесия и снижение иммунных барьеров человека может распространяться с ужасающей быстротой и стать для человека 21 века таким же бичом как он был средневековье выявлено 300 видов диких грызунов которые являются источником чумы чаще всего это сурки суслики и верблюды заболевание передается при укусе блохи таким образом переносчиком является блоха охотники-отловщики грызунов работают в перчатках сапогах защитной одежде которая пропитана специальным составом отпугивающим блох а врачи чумологи заразки надевают противочумной костюм это пижама сверху халат с тесемками на спине сапоги перчатки трехслойная ватно-марливая повязка и большие очки как мотоциклет на и люди надевшие противочумной костюм похожи на призраков а лаборатории устрашающая надпись при пожаре не спасать врачи чумологи проходят шестимесячную специализацию если пробирка вылетает из рук надо мгновенно признаться коллегам ведь сосед не всегда заметит это аварию и тогда надо добровольно сесть в изоляцию на шесть суток что же собой представляет возбудитель возбудитель это иерсиния это маленькая палочка овоидной или яйцевидной формы длиной 1 3 микрометра она окрашена по полюсам образует нежную капсулу является грамм отрицательным в природе существует две формы чумы это бубонная форма чумы при которой воспаляются лимфатические узлы и это вторично-легочная форма чумы которая распространяется от человека к человеку восприимчивость людей к чуме очень высокая потому что нет естественного иммунитета к этому заболеванию начинается чума внезапно без продрома появляется потрясающий озноб сильная головная боль и головокружение температура достигает 40 градусов лицо становится бледным и на лице появляется выражение ужаса по латыни такое лицо носит название фациис пестика человек умирает от интоксикации но если вовремя ввести активные антибиотики то иерсинии погибают и человек может выздороветь но чаще всего местные врачи большинстве своем не могут поставить точный диагноз и принимают чуму за грипп менингит или пневмонию лабораторная диагностика чумы проводится в лаборатории особо опасных инфекций для контактных людей а в данном случае при вспышке чумы в западной монголии это уже почти полтысячи человек необходима обсервация то есть контактных людей изолируют ежедневно проводится их обход и двукратное измерение температуры весь медицинский профессионал персонал профилактически получает вакцину и антибиотики специфическая профилактика чумы осуществляется живой чумной вакциной она применяется подкожно или накожно двухкратно лечение осуществляется стрептомицином также есть препарат противочумной гамма-глобулин и противочумной бактериофаг не ешьте мясо сырых грызунов будьте бдительны если собираетесь в алтай и казахстан будьте здоровы берегите себя всего доброго канал популярная микробиология с вами осложнением бубонной чумы является вторично легочная чума она передается от человека к человеку и вызывает стопроцентную летальность передается также как возбудитель гриппа чума это не пережиток прошлого до до последнего времени сведения о чуме оставались тайной за семью печатями но приоткроем эту тайну сначала о срочных мероприятиях которые проводятся в лаборатории при предварительном диагнозе чумы это особо опасная инфекция сразу сообщают руководящим органам здравоохранения и не один работник лаборатории который контактировал заразным материалом не должен покидать помещение лаборатории до прибытия эпидемиолога а все материалы направляются специализированную противочумную лабораторию для установления окончательного диагноза чуму обратимся к событиям первых годов советской власти декабрь 23 года читинская противочумная станция на ее территории два невысоких памятника на одном надпись здесь сожжен труп легкома мечурина погибшего от чумы 20 декабря 23 года спитруженик ты погиб на чуме выполняя свой долг и память о тебе навсегда останется в сердцах твоих товарищей и в истории борьбы с чумой а на соседнем камне только надпись врач мария давыдовна шпильберг умерла 15 декабря 23 года дотошные журналисты решили разобраться в чем суть этого разительного контраста дружный и маленький коллектив противочумной станции в основном был молодежным и липком мечурин давно и тайно был влюблен в черноглазую марию которая игнорировала его из старых дневников выяснилось что доктор мария шпильберг работала с чумным возбудителем еще в 1915 году в харбине была самонадеянным и как впоследствии выяснилось скрыла что 8 декабря пролила себе на халат чумную культуру халат потом продезинфицировала 13 декабря вечером то есть через 6 суток а это инкубационный период чумы она пожаловалась на боли в левом боку на озноб и одышку в 10 вечера температура повысилась до 41 градуса хотя несколько часов назад температура была нормальной появление температуры один из ярких признаков чумы озабоченный и встревоженный липком мечурин неоднократно спрашивает марию не произошло ли беды при работе с чумным микробом но доктор шпильберг с поразительной силой убеждений исключает диагноз чума присутствует других сотрудников и она разрешает липкому мечурину провести измерение температуры и осмотр делать это было категорически нельзя не приняв мер предосторожности у марии появились желание захватить с собой еще кого-нибудь могилу она понимала что была обречена затем у нее появляется кровенистая мокрота содержащая биполярные воиды но она по-прежнему отрицает факт заражения чумой утром 15 декабря больная скончалась липком мечурин прошел всю боль и унижение чумы но он не сожалею о случившемся о том что погибает по вине любимой и достойно принял смерть врачи чумологи советских времен работали как разведчики их деятельность была засекречена чумологи не имели права рассказывать о своей работе даже родственникам уже в 60 70 годы прошлого столетия за нарушение подписки о неразглашении их могли уволить по статье и вот 49 год врачи чумологи прибывают на эпидемии чувы в туркменистан несколько женщин с детьми разбегаются и нет ни у кого сомнения в том что это чума бактериологическое и патологоанатомическое вскрытие трупов подтверждает этот диагноз солнце палит нещадно пот струями стекает с лиц врачей чумологов скапливается в резиновых сапогах врачи чумологи откидывают полок юрты и заглядывают внутрь перед их глазами страшная картина трупы мужчин и женщин беспорядки лежат на земляном полу кожа их кажется черной а запах тления проникает даже через толстый слой респиратора врачам чумологам приходится обрабатывать раствором лизола юрту одежду распылять дуст чтобы уничтожить блох а затем самое неприятное это сжигание трупов умерших от чумы но это туркмения и дров взять неоткуда приходится собирать в округе саксаул огромные костры горят целый день а когда дрова кончаются выясняется что трупы до конца не сгорели приходится использовать цисцерну с нефтью и солдаты направляют толстые шланги в недогоревшие костры с трупами испуганные родственники и соседи умерших от чумы в панике разбегаются подальше от очага а солдаты их ловят родственники знают что их будут искать прибегают к любой хитрости чтобы избежать помещение в карантин поиски и выявления контактных напоминают детективные истории с погонями и захватами все это события сорок девятого года сейчас вторично легочная чума это редчайшее исключение и к счастью ее нет так будем молить бога будем стараться чтобы бубонная чума не привела к осложнениям и человечество население нашей страны не столкнулась с вторично легочной чумой будьте здоровы берегите себя и своих близких подробную информацию о вспышке чумы западной монголии вы можете узнать перейдя по ссылке под этим видео здравствуйте последние дни мы обеспокоены вспышкой чумы в монголии и китае но бубонная чума в монголии и китае 2020 это локальная вспышка если бы не коронавирус то среди населения не было бы такого волнения поскольку такие вспышки а последние в семнадцатом году периодически случаются чума в отличие от ковид-19 всегда протекает с явными клиническими симптомами и не заметить их невозможно заболевание это прекрасно изученное в течение многих веков в монголии в эти дни развешаны многочисленные плакаты на которых призывают людей при появлении определенных симптомов обращаться в местную поликлинику в китае объявлен лишь третий а не первый как при коронавирусной инфекции уровень опасности то есть опасность оценивается гораздо ниже масштаб эпидемии небольшой это не пандемии прошлых веков которые унесли от 50 до 100 миллионов человеческих жизней к тому же мы с вами к счастью живем в эру антибиотико терапии а антибиотики причем самое обычное и недорогие которые можно приобрести в аптеке прекрасно справляются с эрсиниями чумы совет все тот же не ешьте мясо тарабаганов это излюбленное лакомство население юго-восточной азии желаем здоровья здравствуйте с вами канал популярная микробиология подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик еще раз про чуму заонозное заболевание это те болезни источником которых являются животные к этим заболеваниям относятся чума тулеремия бруцеллез сибирская язва и лептоспироз эти заболевания современных условиях протекают несколько иначе увеличилось количество скрытых форм смертность резко снизилась и появились такие возбудители которые обладают лекарственной устойчивостью так как в сельском хозяйстве и пищевой промышленности широко применяются антибиотики чем так страшно чума чума помимо того что это заонозная инфекция может передаваться от человека к человеку восприимчивость к чуме у людей очень высокая таким образом чума это острая природно очаговая особо опасная карантинная инфекция при ней возникает тяжелая интоксикация организма воспаление в лимфатических узлах в легких и склонность к развитию сепсиса история чумы говорит нам о трех крупнейших пандемиях чумы первая из них юстинианова чума это страны ближнего востока европа и шестой век погибло 100 миллионов человек вторая пандемия это черная смерть была занесена из азии в европу это 14 век 1348 год она унесла жизни более 50 миллионов человек само название черная смерть говорит о том что когда захватывали средневековые города то противник с помощью катапульты забрасывают трупы за городские стены и возникала паника развивалась чума погибших от чумы было некому хоронить и люди в страхе разбегались за крепостные ворота покидая этот город город переставал существовать а вот третья пандемия началась сравнительно недавно в 1894 году она охватила портовые города и она в основном была в гонконге природных очагов чумы нет только в австралии и в антарктиде 2020 год оказался урожайным на эпидемии весной по всему миру ковид-19 с продолжением летом а сейчас бубонная чума сначала известие пришло из монголии где заболела два человека из один из них в критическом состоянии и наконец эта инфекция шагнула в китай китай принял на себя еще один удар объявлен третий уровень опасности пациент из города банян с подтвержденным диагнозом бубонная чума находится на излечении он контактировал с зараженными монголами во всех остальных континентах имеются природные очаги чумы как уже говорилось ранее чума это огонь под пеплом эпидемиология чумы чума как уже сказано это заболевание природно очаговая первичные очаги чумы существует природе постоянно а вторичные связаны с деятельностью человека это городские и портовые очаги источник чумы дикие грызуны их в природе 300 видов сурки и суслики полевки песчанки если грызун зимой впадает в спячку то чума протекает в хронической скрытой форме это источник инфекции в межэпидемический период а вот вторичные очаги городские портовые связаны с деятельностью человека смотрим на географическую карту они располагаются между 35 градусом северной широты и 35 градусом южной широты источником являются домовые виды крыс и мышей они заражают кусая домашних животных и источником возможно являются верблюды и может быть кошки специфический переносчик и при первичных и при вторичных очагах это блохи в инфицированной блохе возбудитель размножается а когда блоха кусает то попадает в ток крови человека путь заражения человека трансмиссивный путь через укус инфицированной блохи как же связаны пути заражения и клинические формы чумы если путь заражения контактной а это при снятии шкурок с инфицированных промысловых грызунов разделка мяса зараженных верблюдов то возникает бубонная чума при бубонной чуме увеличиваются лимфатические узлы иногда они могут быть такими огромными что достигают размеров куриного яйца это первичная бубонная форма если защита на и силы организма слабы то возбудитель кровью разносится самое отдаленное лимфатические узлы и там формируются уже вторичные бубоны и развиваются очаги возникает вторично легочная форма чумы если провести лабораторную диагностику то при взятии эксудата будет огромное количество биполярных овоидов микробов это ерсиния пестис следующий путь инфицирования это воздушно-капельный путь он приводит к возникновению первично легочной чумы это самый опасный путь при соприкосновении с больным легочной чумой поскольку восприимчивость людей в чуме очень высокая как раз и возникают чумные моры контактный путь контактный путь менее значим при контактном пути развивается кожная форма алиментарный путь алиментарный путь в настоящее время встречается как-то несколько лет назад была вспышка чумы в аральске источником служила мясо зараженного верблюда это мясо не успела поступить в продажу его уничтожили но один местный житель через три дня умер был объявлен карантин и было госпитализировано 237 человек таким образом клинические формы чумы очень разнообразны лечить это заболевание сложно большое значение имеет профилактика профилактика бывает специфическая это вакцинация но вакцинации здесь не имеет большого значения поскольку вакцинации подлежат только врачи чумологи и охотники которые заготавливают шкурки ценных промысловых животных а вот самое главное это не специфическая профилактика то есть предупредить заболевание людей и возникновение вспышки среди животных в природных очагах не допустить завоз чумы на территорию страны между странами действует специальное соглашение оно называется международное санитарное правило а вся работа за разным материалом осуществляется в специальных госпиталях как уже знаете из предыдущих видео люди работают специальных защитных противочумных костюмов они соблюдают строгий порядок надевания и снятия этих костюмов если появился больной чумой то объявляется карантин благодарю за внимание а 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 Чума, любовь. История вековой давности из Забайкалья. Как причудливо и в то же время до обидного просто иногда переплетаются душевные порывы и обыденность. Любовь и смерть. А в нашей истории безответная любовь и чёрная смерть. Чума. Декабрь 23 года. Читинская противочумная станция. На её территории два невысоких памятника. На одном надпись. Здесь сожжён труп Левкома Мичурина, погибшего от чумы 20 декабря 23 года. Спитруженик. Ты погиб на чуме, выполняя свой долг. И память о тебе навсегда останется в сердцах твоих товарищей и в истории борьбы с чумой. А на соседнем камне только надпись. Врач Мария Давыдовна Шпильберг умерла 15 декабря 23 года. Доточные журналисты решили разобраться, в чём суть этого разительного контраста. Дружный и маленький коллектив противочумной станции в основном был молодёжным. И Левком Мичурин давно и тайно был влюблён в черноглазую Марию, которая игнорировала его. Из старых дневников выяснилось, что доктор Мария Шпильберг работала с чумным возбудителем ещё в 1915 году в Харбине. Была самонадеянным и, как впоследствии выяснилось, скрыла, что 8 декабря пролила себе на халат чумную культуру. Халат потом продезинфицировала. 13 декабря вечером, то есть через 6 суток, а это инкубационный период чумы, она пожаловалась на боли в левом боку, на озноб и одышку. В 10 вечера температура повысилась до 41 градуса, хотя несколько часов назад температура была нормальной. Появление температуры – один из ярких признаков чумы. Озабоченный и встревоженный Лепком Мичурин неоднократно спрашивает Марию, не произошло ли беды при работе с чумным микробом. Но доктор Шпильберг с поразительной силой убеждения исключает диагноз чума в присутствии других сотрудников. И она разрешает Лепкому Мичурину провести измерение температуры и осмотр. Делать это было категорически нельзя, не приняв мер предосторожности. У Марии появилось желание захватить с собой еще кого-нибудь в могилу. Она понимала, что была обречена. Затем у нее появляется кровянистая мокрота, содержащая биполярные воиды, но она по-прежнему отрицает факт заражения чумой. Утром 15 декабря больная скончалась. Лепком Мичурин прошел всю боль и унижение чумы, но он не сожалел о случившемся, о том, что погибает по вине любимой и достойно принял смерть. Природно-очаговые заболевания В природных очагах, там, где еще работают противочумные станции, специалисты постоянно выделяют у грузунов культуру чумного микроба. А прививки против чумы делают по строгим показаниям лишь тем, кто работает в опасных зонах. В довоенные годы в Мадагаскаре была получена культура чумного возбудителя, которая была названа в честь погибшей девочки Е.В. Эту культуру привезли в Советский Союз и ее многократно пересевали. При пересеве культуры возбудитель теряет свои болезнетворные свойства. И затем при заражении морской свинки, морские свинки не заболели чумой. То есть была получена новая вакцина. И вот для ее испытания ученые сами себя заразили. Это было руководство Саратовского института микроб. Среди экспериментаторов был Берлин, замдиректора по науке Саратовского института микроб. Он заразился при испытании новой противочумной вакцины. Но об этом не знал. Его срочно вызвали в Москву, и он приехал в столицу для доклада. При этом он поселился в одной из самых респектабельных гостиниц – Метрополь. А на второй день он занемог. Через три дня сам Берлин, парикмахер, который его брил, и еще два врача, лечившие его в инфекционной больнице, скончались. Известие о чуме дошло до ЦК. А в основном органы госбезопасности были обеспокоены тем, нет ли диверсии. Не завезли ли чуму в Советский Союз. Но не возили нам чуму в пробирках. Своей родной хватало. Из Ростова-на-Дону в Москву немедленно доставили лучших специалистов. Ведь гостиница «Метрополь» находилась под боком у Кремля. И была прямая угроза для товарища Сталина. Срочно развернули чумной госпиталь. Изолировали, проверили всех тех, кто контактировал с Берлиным, и всех больных пневмонии. Вскрывали тела скоропостивно скончавшихся. Провели дезинфекцию гостиницы, кабинетов Норкомздрава. Очень боялись, что о чуме станет известно иностранцам. И поэтому вся работа осуществлялась под бдительным контролем НКВД и в строгой секретности только по ночам. Эпидемию локализовали и ликвидировали. Но с тех пор все работы с возбудителем чумы в Москве были запрещены. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok